Две пилорамы, три склада, десятки незаконно спиленных дубов и убытки на несколько миллионов гривен. Это все о сети черных заготовителей древесины, которую выявили в Кировоградской области. Об этом, правда, отрапортовали еще полгода назад, но сейчас расследование резонансного дела наконец-то завершено. Кто же крышевал лесорубов, нелегалов, расскажет Елена Брынза. Правоохранители выявили сеть черных заготовщиков древесины на территории Новомиргородского района. Это фотографии с места задержания конца прошлого года. Дубы незаконно рубили в посадках вдоль железной дороги. Дерево доставляли на пилорамы, где его обрабатывали, а дальше продавали. Незаконный бизнес, как утверждают следователи, крышевал один из сотрудников Новомиргородского райотдела полиции. Вот одна из пилорам, куда свозили незаконно срубленную древесину. Неожиданно для нас предприятие работает и сегодня, и журналистам здесь явно не рады. Сотрудник пилорамы вызывает полицию. Дескать, его права нарушают и что-то снимают. В райотделе, где и работал один из фигурантов уголовного дела, потребовали, чтобы мы написали объяснительную. ТК Интер. Владелец этой пилорамы, а также еще пятеро мужчин, на данный момент фигуранты уголовного производства. Двое из них, черные лесорубы со стажем, ранее судимые. Еще один водитель фуры, перевозивший незаконную древесину, пытался дать взятку правоохранителю. За то, чтобы он решил вопрос. Не вышло. Организатор этой группировки, по версии следствия, начальник среднего звена госпредприятия Одесской железной дороги. Он, кстати, тоже продолжает работать. Дело о незаконной вырубке леса, организованной преступной группой, в ближайшие недели начнет рассматривать Новомиргородский районный суд. Меру пресечения всем шестерым фигурантам уже избрали под личное обязательство. То есть все они на свободе. Им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область.